Добрый день! Сегодня мы снова встречаемся с Андреем Аркадьевичем Голомагой, человеком, который уже был в нашей студии, творческим человеком, за творчеством которого нам интересно следить. Это поэт, сценарист, драматург, автор многих пьесок и киносценариев, текстов, песен для спектаклей и кинофильмов, член Союза писателей России. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте, Константин Петрович. Еще раз, мы в прошлый раз поговорили немножко о вашем творческом пути, немножечко о ваших стихах, немножечко вы почитали нам стихи, немножечко о театре, с которым вы были связаны, немножечко о киносценарике, кино, с которым тоже вы были связаны. Вы очень многосторонний, многогранный человек. И, конечно, вам пришлось или приходилось, так говорят, хлебнуть лишка, так сказать, многих всяких сложностей. Скажите, литература, в принципе, вот эта живущая в обществе, не только на бумаге, а вообще литературный процесс, это вообще серьезно, надо этим заниматься? Или это все-таки удел каких-то людей отдельно взятых, непонятных, так сказать, которые мнят, что они что-то могут, что-то умеют, что они талантливые, на самом деле они графоманы? – Вопрос, на самом деле, непростой. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот дилетантизм, к сожалению, он сейчас вот в наше время захлестнул не только литературу, к несчастью, и театр, и кино, и изобразительное искусство. Понимаете, каждый, кто просто возомнил о себе, как вот вы сказали, что он способен творить, он и занимается, а дальше идет, как сказал один тоже известный деятель, это победа пиара над разумом. У нас, к сожалению, очень много медийных лиц, которые, ну, может быть, гроша не стоят, а они попадают в самый, как бы, фавор. – А они получают рейтинг. Рейтинг сейчас важнее, так сказать, таланта. – Да, вот, но понимаете, в чем дело? – Мне кажется, что так было всегда. Вот не зря же, допустим, у того же Булгакова в пьесе о Пушкине есть сцена, где Бенедиктова называют первым поэтом России, а Пушкин, значит, не считается. Так же и сейчас… – В самой тиражной книге времена Пушкина были там «Похождение Ваньки Каина» или что-то еще в этом роде. «Нестор Кукольник», которого сейчас считается шедевром вообще литературы. Хотя не бездарный человек, конечно. – Нет, ну и Бенедиктов не бездарный человек, но, понимаете, как бы время показало, время все расставило по ранжиру. Вот, вспомните, что про Блока писали, что он уже исписался, что он ничего не стоит и что вообще… Это не говоря о том, что сбросить с прохода современности всех, кого надо и не надо, это футуристы. Но это для красоты ведь говорилось. Так же и сейчас, вот в наше время, да, вот смотрите, если просто прийти куда-нибудь в какую-нибудь нейтральную аудиторию и часто задают вопрос, а кого вот из современных поэтов вы назвали бы, ну, например, из недавно ушедших, ну, относительно недавно, да, такие поэты, как вот второй половины XX века, Юрий Кузнецов, Николай Тряпкин, да, Анатолий Передреев, Владимир Цибин, о них практически никто ничего не слышал. Это наша беда, потому что те, кто сейчас, как бы, владеют средствами массовой информации, они не заинтересованы в продвижении вот русских поэтов, в русской культуре. Больше повезло прозаикам нашим, да, все-таки имена Белова, Распутина, Абрамова, Астафьева, они на слуху, они известны, вот, их не смогли переплюнуть, вот, нынешние, так сказать, постмодернисты и им подобные. В поэзии сложнее все обстоит. Тем не менее, проводятся замечательные фестивали, куда собирают именно русских поэтов, то есть русских не только потому, что они пишут на русском языке, но и по духу, вот. Например, могу сказать, фестиваль в Нижнем Новгороде, да, вот, Горьковский фестиваль прошел в этом году шестой раз, выступление в самом Нижнем Новгороде в библиотеках, поездки, вот, мы ездили в Городец, мы ездили в Дзержинск, в прошлом году мы ездили вот в Хохламу, то есть вот это вот, и выступали там. И я могу сказать, что поэзия и вообще литература, там не только поэты, там были и прозаики, она очень востребована. Все-таки, да, то есть народ собирается. Народ собирается. Но еще есть один момент по поводу писать или не писать. Вот у Владимира Набокова есть роман «Дар». Это один из моих, вообще, одна из моих любимых книг. И о чем это? Вот если, конечно, риск очень большой, ведь человек может заблуждаться на свой счет. Но если ты ощутил, что в тебе есть дар, что такое дар? Это дар свыше. Вот. То, что нам говорится, да, нельзя держать святыню под спудом, да, и нельзя закапывать талант в землю. Это написано в Евангелии. Вот. И поэтому это большой грех, если ты свой дар не реализуешь, если ты его не отдаешь людям, читателям. Вот. Если ты перестаешь светить. Может быть, это пафосно сказано, но это так. Понимаете, есть призвание. Вот. Ты призван на служение. Это вот тут как бы вот не имеешь права ты ответиться. А вы ощущали в себе такое призвание? Ну, да. В хорошем смысле слова. Да, да. Иначе бы я не стал писать. Я даже так вот скажу такую штуку. Когда вот в конце 80-х стали открываться частные издательства, да, и как бы вообще стало доступно опубликовать все, что угодно, мне друзья сказали, ну, слушай, ну, у тебя там, конечно, опубликованы стихи, там, все такое, но ты сейчас можешь вообще все, что написал, опубликовать за свой счет. Только плати, да. Да. И я тогда сказал, что, ребята, если мои стихи, кроме меня, никому не нужны, я вообще никогда ни одной строчки публиковать не стану. И вот у меня вышло шесть книг стихотворений, и я огромное количество публикаций, причем не только в России, по всему миру, я никогда не заплатил ни одной копейки за свои публикации. Но я могу еще сказать такую штуку, понимаете, вот особенно альманахи. Альманахи обычно за счет авторов издаются. Откуда деньги у издателя. Так вот, меня публикуют в самых разных альманахах, и потом мне даже говорили, что вообще у нас платные публикации стоят столько, даже не стал запоминать сколько. Через два года мне звонили и говорили, пришлите еще стихи, мы напечатаем бесплатно. Почему? Потому что в любом издании должны быть хоть какое-то количество настоящих профессиональных авторов. Под это дело можно опубликовать и за счет автора стихи. Альманах на этом живет. Но без знаковых поэтов, писателей, альманах все равно не просуществует. Это невозможно. То есть, чтобы его читали, там кто-то должен быть, кто будет лицом альманаха. Вот я как-то вот считаю, что... Ну, вообще, конечно, еще есть элемент везения. Вот мы, может, в прошлый раз говорили о том, что было бы, если бы не было Эдуарда Балашова. Не знаю. Эдуарда Балашова ваше жизнь. Моего мастера из литературного института. Во-первых, он взял меня в свой семинар, что уже много. Да, я прошел творческий конкурс, но этого все равно недостаточно было. Вот. Я сдал экзамены. Я попал к замечательному мастеру. И он взял меня вот с моими такими очень тогда авангардными стихами, нетрадиционными. И спустя много лет я спросил, Эдуард Владимирович, а вот когда брали вы меня в свой семинар в институте литературном, вы знали, что я вот так буду писать потом? Ну, и он, конечно, так улыбнулся и говорит, догадывался. Вот. Но это же тоже как бы некий риск был с его стороны взять мальчишку, который пишет сумасшедшие такие стихи. Авангард. Да, с расчетом на то, что он повзрослеет и начнет писать настоящие, традиционные, хорошие стихи. Вы перечитывали этот авангард свой? Какое было у вас ощущение спустя годы? Ну, это же все игра. Да, но игра, которая помогла достичь мастерства. Это же было совершенствование. Ну, как у Пастернака, да? Так начинают. Года два от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут, а слова являются о третьем годе. Ну, вот если они не являются... У меня... Я рассорился с несколькими друзьями, потому что как-то я сказал фразу очень обидную. Я сказал, ребята, вы уже взрослые. Когда вы перестанете решать поэтические задачи и начнете, наконец, слагать стихи. Творческому человеку такое сказать. Ну, вот, да. На меня несколько друзей обиделось. Причем даже просто... Ну, врагами мы не стали. Это слишком... Оно раздружились со мной напрочь. Вот. Ну, а что? Ну, да, понимаете, играть... Когда и молодой человек играет в какие-то игры, это даже, может быть, и хорошо. Но это должна быть смелость, что-то преодоление какое-то, да. Идти поперек течения, да. Но когда ты повзрослел, и ты продолжаешь играть, ну, как-то это не солидно. Надо все-таки становиться профессионалом. Вот. Ну, я, по крайней мере, пошел этим путем. И, как я уже говорил, я никогда не пожалел об этом. Вот в какой момент все-таки, если вернуться к зарытым, так сказать, талантам, в какой момент вы почувствовали, что вы призваны для... Не то, что почти от души для себя, а вот призваны совершить что-то. Ну, видимо, когда я первый раз принес стихи в литературную студию, вот, на чистых прудах, и мне сразу, во-первых, показали, что хорошо, а что плохо в моих вот этих первых стихах. Вы это восприняли? Более того, меня очень хвалили и особенно выделяли, буквально каждый говорит, какие замечательные стихи. Вы только послушайте, какие у него строчки. У меня было стихотворение, посвященное Василию Кандинскому, знаменитому художнику-абстракционисту русскому. В то время не очень, так сказать, властью любимого, да? Совершенно верно. Эмигранту, да. Вот. И там были строчки. Художник кистью, как плетью, стегнул сбунтовавшийся холст. И все говорили, какой образ замечательный. А потом встал, постарше нас там был, Володя Красовский, потом он окончил в ГИК, вот, сценарный. И он сказал, что вы все хвалите? Очень плохие стихи. Там только две строчки и есть, хорошие во всей этой подборке. Вот. И вы же все про эти строчки говорите. Вот. И на него зашикали. А вот мне тогда хватило ума послушать его. Так. Вот. А не всех, кто меня хвалил. И он мне очень вот этим помог увидеть, что такой настоящий образ в стихах. Не просто. Зарифмованные мысли. Таких поэтов очень много, которые просто. А мысли... Наши мысли никому не интересны. Мы никто не мыслитель. Для того, чтобы зарифмованные мысли были интересны, надо быть, ну, тютчевым, например, да? Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все сущее опять покроют воды, и божий лик отобразится в них. Никто так написать не может. Я даже и до тютчева, и после него не знаю поэта, который бы смог так емко, в четырех строках, мысль, именно мысль глубокую выразить. Вот. Пушкин же не зря говорил Вяземскому, да, что поэзия должна, прости господи, должна быть глуповата. Потому что если мы начинаем умничать в стихах, путного ничего не будет. Философы не умеют рифмовать. Поэты не являются философами и мыслителями. Есть, конечно, восточная культура, да, где там совсем все по-другому. Там именно мудрецы, мыслители рифмуют свои мысли. Но это совсем другая культура. Не надо иллюзий никаких строить. А подражать, неважно кому, Хаяму или Фердоусе, да, ну, опять же, это будет подражание. Это все будет ненастоящее. Ну, вот как-то так. А как вы относитесь к сохранению русского языка? Вот сейчас поэзия, так сказать, несет в себе заряд какой-то русскоязычный? Или она, как в этом смысле, вторичная? Вот что сделать так, чтобы русский язык в его полноте сохранился? Ну, знаете, о чем дело, Константин Петрович? Я, например, считаю, что есть поэты, и себя отношу к этому числу, которые пытаются максимально сохранить все богатство русского языка и в лексическом отношении, и в стилистическом отношении. Вот. И я поэтому, особенно молодых авторов, очень предостерегаю от избытка современной лексики. Потому что она может оказаться временной. Например, когда я встречаю в стихах у кого-нибудь слово «смартфон». Все знают, что такое смартфон. Но беда в том, что 20 лет назад все плохие поэты написали про пейджеры. А теперь никто не знает, что это такое. Вот. То же самое может случиться с любым каким-то современным гаджетом, как сейчас говорят. А в стихах-то он останется. И что? Ты будешь на каждое такое слово сноску делать, а это означает то-то, а это означает все-то. Вот. Сейчас тоже пишут какие-то стихи современные на актуальную тему. Там у них и джавелины, и там бейрактары. Я говорю, ребята, опомнитесь. Это вещь, которой через 5 лет уже, может быть, никто не будет понимать, о чем вы написали. Вот. А есть, обо всем можно написать. Так же, как у меня вышла статья в «Аргументах и фактах». Там такая была полемика о том, допустима ли ненормативная лексика в литературе, в театре, в кино. Вот я как раз отстаивал точку зрения, что она недопустима. Почему? Потому что все можно выразить, абсолютно все, самые интимные вещи, самые грубые, не используя эту лексику. Вот. Вся русская литература стоит. Мы читаем очень интимные вещи, допустим, не знаю, у Куприна, у Бунина, ну, и у Пушкина, и у Толстого. Вот. Прекрасно они обходились без этих слов скабрезных. Вот. Поэтому это идет, скажем так, от бессилия автора. Автор расписывается в том, что так же, как на сцену выпустить там, извините меня, там, обнаженного мужика, это от того, что режиссер не умеет ставить спектакль. Это мое твердое. Это такой акционизм, который, так сказать, уже за пределами культуры, возможно. Совершенно верно. То есть зарабатывание того же самого рейтинга, о котором мы говорили, что неважно, какой у тебя талант, а если у тебя рейтинг... К счастью, так сказать. К счастью, вот это все будет смыто, а настоящее останется. Вот. Что останется? Ну, кто может предсказать? Понимаете, тут ставка больше, чем жизнь. Я поэтому тоже всегда молодых ребят там предупреждаю. Ты уверен, что ты хочешь жизнь положить на творчество, не зная, что тебе это принесет в итоге. А жизнь ты точно убьешь свою. Все. Человек, который отдан творчеству, он уже... Это служение. Вот все. Ты подчинен своему творчеству, своему дару. У меня такой еще вопрос есть. Скажем так, в прозе существуют герои. Обычно говорят, герои нашего времени. В поэзии герой сам автор или существует лирический герой? И каков он герой нашего времени в поэзии современной? Ну, несомненно, нельзя никогда смешивать это известно во все времена автора и лирического героя. Это совершенно не одно и то же. Вот. Другое дело, что всегда видно, когда автор симпатизирует своему герою, потому что ведь бывают и отрицательные персонажи. Вот. Лермонтовский, герой нашего времени. Вообще-то это не самый положительный образ. Ну, да. Вот. Анна Каренина. Извините меня, тоже такая вообще дама сомнительного поведения. Мягко говоря. Но глубина, с которой раскрыл автор этот образ, заставляет нас сопереживать ей, понимать ее, даже не оправдывая. Вот. Герой нашего времени, да, вот. Как я вижу его. Понятно, что если мы говорим, как бы, вот о Лермонтовском, Печорине, то это одно. Вот. А, во-первых, это человек, который умеет любить. Понимаете, Бог есть любовь. Если ты впитал в себя это, ты можешь быть неудачником в жизни. Ты можешь очень много. Тут можно столько наворотить, как бы, вот, художественно, да. Но, так, вот, 13 глава второго послания апостола Павла, да, если ты там можешь горы свернуть, а любви не имеешь, то ты ничего и не стоишь, да, вот. А боящийся несовершенен в любви. Все, если ты боишься, ты не способен. Я имею в виду не только в любви, как бы, к женщине. Я имею в виду, это же в очень широком смысле можно и нужно понимать. Если ты не любишь людей, ну, что ты можешь написать? Ну, можешь, да, ты написать. Опять же, какие-то скандальные вещи, которые становятся популярными, но все это временно. На этом нельзя построить. Никому не будет нужно. Вот. Вот это первое. Вот, например, я могу сказать, вот у меня есть книг моих, вот четвертая книга «Кореглазый ангел». Вот это было неожиданно. У меня я пережил там, допустим, очень такую личную драму и очень-очень сильно пережил. И чтобы спастись, я стал писать стихи лирические, стихи о любви. И оказалось, что эти стихи очень востребованы в наше время. Я в Лондоне на Пушкинском фестивале получил награду бронзового Пушкина за стихи о любви. Казалось бы, да, где вот наш современный мир, жестокий, жуткий, да, и где лирика. А вот бы нам прочитали бы такое одно из стихотворений. Пожалуйста. 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 учу, подсказываю молодым авторам, как писать. Я говорю, надо написать так стихотворение, чтобы, когда ты дочитаешь, читатель плакал. Это может быть стихотворение даже веселое, что угодно. Он должен расплакаться от восторга от того, что ты сделал. Вот это должно произойти с ним, очищение. И неважно уже, на какую тему будут написаны стихотворения или снят кинофильм, или поставлен спектакль. А если это просто зрелище, в том числе литературное, которое оставляет равнодушным, да, красивая игра слов или что-то там на сцене, на экране, это, в общем-то, ну, это и не нужно, но оно и пройдет. Понимаете, как сказал экклезиаст, все проходит. А любовь не проходит, сказал апостол Павел, правда? Вы как поэт ощущаете, что вы одиноки, что вы одиночка? Что вы, так сказать, вынуждены быть одиноким, так сказать, и это тяготит вас или, наоборот, воодушевляет? Вообще это очень сложный вопрос. Я как раз все время вот как бы стараюсь внешне поддерживать отношения с многими людьми. У меня вот прекрасный брак, просто, просто, о котором тьфу-тьфу-тьфу, о котором только мечтать можно. У меня огромное количество друзей. Мне кажется, мне кажется, что у меня нет врагов, вот. А вообще я экстраверт, что называется, вот. Но есть внутреннее же одиночество, вот, когда ты, я не знаю, можно я процитирую Ницше, который говорил. Я знал многих людей, которые были полностью закрыты, и никто не мог постичь их основания. Но я знал других людей, которые были настолько глубоки, что даже когда они полностью открывались, никто не мог увидеть их до дна. Их понять, да. Вот. Ну вот я как бы тешу себя мыслью, что вот я могу. Да я думаю, что любой человек, что вот чужая душа потемки, ведь не зря сказано. Какой бы ты ни был открытый, если у тебя что-то есть за душой, то оно только твое. Ну, человек, как говорится, рождается в одиночестве и уходит в одиночестве. И человек перед Богом отвечает сам за себя и больше ни за кого. Совершенно верно. В этом смысле одиночество – это, так сказать, космическое состояние. Ну, вот, да. Пожалуйста, пожалуйста. Я в открытый. Я настиж. Но я только я один знаю, что такое я, что такое мое я, что такое моя душа. А вот то, что я потом в своих книгах, в своих стихах преподношу, я это делаю для того, чтобы вы радовались. Радовались, плакали, смеялись. Какие планы у вас творческие? Чтобы вы еще написали что-нибудь главное? Или еще все впереди? Ну, я сейчас могу сказать, наверное, можно это сказать. Я вот летом был в Дивеево на фестивале, и оттуда мы с супругой поехали специально в Санаксарскую обитель на могилу Федора Ушакова. Я сейчас работаю над большой поэмой о великом флотоводце нашим, о святом праведном флотоводце воине Федоре. Я пока ничего не могу представить, потому что все в работе. Я пишу ведь не сначала, вот до конца, а пишу в разные места, разные отрывки. Но я обычно, я никогда не читаю свежие стихи, и всем рекомендую никогда не читать. Я сегодня написал стихотворение, я сейчас его прочитаю. Это значит, что вы не работали над этим стихотворением. То есть все требует устояния? Да. Устаканиваться все должно потихонечку. Вот в этом стихотворении, который я прочитал, вот от Сухаревки до Рождественки, там две строчки были мной изменены, после того, как это стихотворение уже было в книжке опубликовано. И во многих изданиях. Я чувствовал, что там можно сделать лучше. И я исправил. И сейчас вот в новых уже публикациях это стихотворение уже в новой редакции. Так что вот годы могут понадобиться на то, чтобы исправить текст. Ну что, Андрей Веркальевич, спасибо вам огромное за все эти рассказы, за вашу творчество. Много интересных мыслей вы сказали. У вас большой жизненный опыт. Я надеюсь, люди, которые смотрели нас, которые интересуются современными поэтами и поэзией, внимательно отнеслись к тому, что было сказано. И возьмут себе на заметку. Напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был Андрей Аркадьевич Галамага, поэт, сценарист, драматург, автор многих пьес и киносценариев, текстов, песен для спектаклей и кинофильмов, член Союза писателей России. Спасибо вам большое. Надеемся на дальнейшие встречи. Спасибо большое. Всего вам самого доброго. Очень рад был побывать у вас. Спасибо. Спасибо.